Больше видео вы можете посмотреть у меня на втором канале Гео 2 и канал Тани. Зацените и приятного просмотра. Привет, с вами Гео. И сегодня вас ждет кринж и жесть. Кто такой Локи? Не тот, который красавчик из Мармы, а настоящий. Ну, как настоящий. Тот, в которого верили древние германцы и викинги. А это, между прочим, весьма специфический персонаж. Как бы злой, но как бы не злой. Как бы тусит со светлыми богами, но в решающий день станет сражаться против них. И все про это знают. Вроде бог, но которому не посвящено ни одного храма. Локи это такой тип, которого принято называть трикстер. Это не какое-то там имя, а обозначение умного скучающего мудака и провокатора. Который творит зло не потому, что у него есть коварный план по захвату мира. А потому что, а чё это вы тут такие унылые сидите? Веселухи не хватает. Так я сейчас устрою. Вот представьте, есть какой-то устоявшийся мир со своими правилами и традициями. Ну, например, вот у нас колодец, и в него нельзя плевать. Почему? Да потому что нельзя. Я не плевал, мой отец не плевал, его отец не плевал. Так вот, трикстеру пофиг на эти условности. Он обязательно плюнет просто для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Трикстер нарушает правила чисто потому, что ему не нравятся правила. И те, кто пытается их соблюдать. Трикстер – это ум без чувства ответственности. И Локи именно такой. Он становился источником огромного количества проблем для богов. И потом сами эти проблемы успешно решал. Локи был названным братом Одина и напарником Тора в путешествиях. Но нередко пытался их подставить. И, наконец, он породил существ, которые в конце концов устроит Рагнарёк. Короче, давайте посмотрим на удивительную божественную жизнь Локи. И еще раз поудивляемся, какими жестокими тупицами порой бывали языческие боги. Кто здесь? Никто. Локи? Прости, я не знал, что про тебя нельзя снимать видео. Тише, тише. Ты здесь не по этому. А почему же? Научи такую же рекламу классную делать, а? Ты серьезно? Для этого затащил меня в Йотунхейм. Я же Локи. Мне по-другому скучно. Короче, я решил открыть свое дело. Нашел видос классный в Ютубе. Как прокачать креативность и все такое. Он на английском. А я только русский и древнескандинавский знаю. Понял. При помощи Яндекс.Браузера ты можешь смотреть зарубежные видео в переводе от нейросетей. Открываешь браузер, вводишь нужный тебе ролик и смотришь с русской озвучкой. То, к чему мы должны стремиться. Не заглядывай дальше Альберта Эйнштейна. Вот так прикол. Ничего себе. Кстати, переводить видео можно не только с английского, но и с китайского, испанского, итальянского, французского и немецкого. Очень удобно, кстати. Так что устанавливай и пользуйся. И подумай, может пеноблоки просто не для тебя? Итак, прежде чем говорить о самом Локе, надо рассказать, как появился мир по мнению древних викингов. Без этого будет просто не понять. Че там вообще творилось, бля? Вот египетские боги существовали в четком линейном мире, где власть над всем сущим постепенно передавалась от отца к сыну, и все были счастливы. Кроме Сета, который пару раз попробовал нарушить принятый порядок, но без особого успеха. А вот греческие боги, там все строилось на противостоянии разных поколений богов, которые регулярно приходили друг другу на смену. И новое поколение после победы над Старым продолжало спокойно править миром, с редкими перерывами на очередную божественную войну. В этом плане у скандинавов все было вообще не так. У них божественный мир был построен на вечной борьбе двух племен, где боги-асы сражались с великанами Йотуны. Йотуны были слабее и обычно проигрывали асам, но не переставали претендовать на их власть. Но как вообще началась эта война? Итак, вначале зияла бездна. В ней не было ничего. Время двигалось, не было ни луны, ни солнца, ни звезд, ни земли. Да, тут ничего не было, но при этом было все. Потом откуда-то в этой бездне появляются реки, а в этих реках змеи. Не спрашивайте откуда. Постепенно змеиный яд смешивался с водой и образовал 11 холодных рек. Не просто холодных, а прям ледяных, в которых стала замерзать даже пустота. Эта холодная часть мира стала называться Нифельхей. А рядом с ним росла его противоположность. Мир огня Мусельхей. Они соединяются и на их границах из смеси талой воды, яда и тумана начинает рождаться жизнь. Тут интересно, что с этой точки зрения ядовитые змеи получаются как бы и не живые. В общем, имя первого живого существа. И мир. И это оно. Одновременно мужчина и женщина. И мир станет предком всех йотунов этого мира. Великаны появятся на свет из его потных подмышек. А чё, зато пахнуть вкусно будут. И мир слишком огромный для того, чтобы стоять и передвигаться. Поэтому оно просто лежит. И питается молоком божественной коровы. Можно спросить, что в таком случае в этом малокомфортном мире ест корова. А она лижет соленый лед. Лижет, лижет, лижет. И вот вдруг под ее языком появляется клочок волос. Корова продолжает слизывать лед. И вот появляется голова, плечи и остальное тело. Вот так появляется первый бог Бури. В смысле, не бог Бури, а что это у него имя такое? Короче, получается, что в отличие от Египта и Греции, здесь боги не были потомками некоего могущественного создателя мира. Потому что мир у скандинавов никто не создавал. Он появился сам собой. И также сам собой в нем каким-то образом появились отдельные великаны и отдельные боги. Спустя одно поколение они придумывают такую форму взаимоотношений, как брак. И начинают жениться друг на друге. Сын Бури берет в жены дочь Йотуна Бильторна. И у них рождаются трое полубогов-полувеликанов. Вилли, Ве и Один. И только эти чуваки начнут не просто жить в мире, но и, так сказать, творчески его преобразовывать. Но откуда взять стройматериалы в мире, где ни хрена, блин, нет? Кроме ледяных рек, какой-то непонятной коровы, неживых змей и вечно спящего гиганта Эмира. Ну вот из них и взять. Трое братьев просто-напросто убили Эмира, разрубили его тело на куски. И из этого фарша с костями начали строить себе всякую фигню. Но случилось это не сразу. Сперва оказалось, что боги не оценили количество крови внутри Эмира. Ее натекло столько, что случился всемирный поток, в котором утонули все Йотуны, кроме одной пары, которые чудом спаслись, плавая на корыте. В общем, их ненависть к богам можно понять. Ни с того ни с сего убили их предка и попутно утопили всех родственников. Но Одину с братанами было как-то все равно. Они из крови гиганта сделали океан из озера, из плоти – холмы и долины, а из костей – горы. Кроме того, внутри Эмира они нашли мерзких червей. И подумали, что добро пропадать, блин? Боги дали червям разум и любовь к драгоценностям и превратили их в гномов. Кажется, еще ни в одной мифологии гномов не создавали. А четверых самых сильных гномов поставили в каждом углу мира и заставили держать череп убитого гиганта, из которого сделали небо. Там была еще какая-то заварушка с Йотунами, но асы их победили и стали жить-поживать да добра наживать. Ах да, я еще не сказал, что вселенная была как бы разделена на 9 миров, по которым боги могли спокойно путешествовать. Основным из них были три – Асгард, Мидгард и Йотунхейн. В Асгарде, понятное дело, жили асы, то есть боги. В Йотунхейне – великаны, а в Мидгарде много кто. Если вы подумали про людей, то как бы сначала-то их не было. Зато было еще другое племя богов – ванны. Но про них известно немного, поэтому я тоже подробно останавливаться на этом не буду. Скажу только, что они были и как-то раз воевали с Асами. Так стартовал Золотой Век. Забавно, что в Скандинавии Золотым Веком считали мир без людей. Короче, боги строили себе огромные дворцы, украшали их золотом, которое было буквально повсюду. Гномы ковали оружие и драгоценности, и все жили в кайф. Боги регулярно встречались, чтобы разделить сокровища, принять новые законы, бухнуть и похвастаться военными подвигами. А люди в Мидгарде появились уже потом. В очередном путешествии Один с братьями наткнулся на два дерева, из которых они решили выстругать похожие на себя фигуры. А потом наделили их зрением, разумом и всем остальным. И отправили жить в Мидгард. Ну и постепенно людишки расплодились, настроили храмов своим создателям и так далее. Кстати, опять же, в отличие от греческих мифов, тут не было такого, что боги приходили на землю и делились с человеком своими божественными секретами, типа огня, земледелия и прочего. У скандинавов и германцев люди развивались независимо и доходили до всех изобретений своим умом. Но люди в истории Локи играют слишком незначительную роль, поэтому фиг с ними. Давайте лучше про корень конфликтов между богами и йотунами. Думаю, вы помните, что йотуны не любили богов еще со времен потопа. А потом ворожда только усиливалась. Не стоит думать, что боги один раз обидели йотунов, а те сидели и копили силы, как какие-то злодеи из фильмов. Нет, боги вместе с Одином продолжали всячески вредить великанам. Например, им было запрещено посещать Гидгард, то есть мир людей. Еще боги отняли волшебный котел йотунов, где те готовили пиво. Один обманом заполучил мед поэзии, чтобы научиться писать поэмы. Уже одно это говорит, что великаны это были не какие-то монстры с дубинами, а вполне цивилизованное племя, но во всяком случае не менее цивилизованное, чем боги. Тот же Один высоко оценил мудрость йотунов и всячески старался ее постичь. У меня ролик хоть и не про Одина, но сами понимаете, нельзя не сказать пару слов об этом персонаже. Это как бы бог мудрости, но такой специфический. Жажда знаний не мешает ему быть мудаком по жизни. Он крайне далек от архетипичного образа мудрого старика-волшебника из сказок. Да и мудрость Один добывал тоже весьма специфичным способом. Не с помощью умных разговоров и книжек, а с помощью подвигов и жертв. Например, чтобы получить тайное знание, Один вырвал себе глаз и бросил волшебный колодец. А потом еще повесился на дереве и провисел так несколько дней, чтобы понять, как пользоваться письменностью. В общем, никому не советую так учиться. Поздравляем Дашу Познайкину с окончанием школы имени Одина и выручаем ей красный диплом посмертно. Закапывайте. Про Тора мы еще поговорим. А теперь давайте уже наконец познакомимся с Локи. Его происхождение хорошо известно. Он сын Йотуна и богиня. И это очень большая редкость. Смешанные дети вообще рождались нечасто, потому что это было запрещено. А когда такие союзы все-таки происходили, то обычно матерью была великанша, а отцом бог. В случае с Локи было все наоборот. Может, это и определило его двойственную натуру. Локи – один из трех самых известных персонажей скандинавской мифологии. Он никому не друг. Он не поддерживает ни богов, ни Йотунов. Его никто по-настоящему не любит, кроме жены. Но никто не считает его и абсолютным злом. Боги прислушиваются к его мнению. Поручают ему важные миссии. А Один даже сделал его своим названным братом. И никогда от этого не отказывался. Несмотря на все его проделки. Да, если что, в комиксах его биографию немного изменили. Там Локи сделали приемным сыном Одина. И, соответственно, братом Тора. И Хель, которая в итоге устроила Рагнарёк. Но на самом деле, так сказать, в оригинале, Локи был братом Одина. Не родным. И еще он был отцом Хель. А Тор ему вообще никто. Локи очень рано появляется в истории асов. Помогает им обмануть строителя, который возводил защитную стену вокруг Асгарда. Путешествовал с Одином и Тором. Легко мог кинуть своих спутников ради личной выгоды. И так далее. Локи легче всех других существ менял внешность. Превращался в рыбу, в сокола и лошадь. Мог менять пол и даже рожать детей. Своими частыми перевоплощениями Локи подрывает порядок в Асгарде. И демонстрирует пределы слабой и хрупкой власти богов. Боги в ответ тоже относились к Локе, ну, по-разному. С одной стороны, его уважали и всегда предлагали вместе выпить. А с другой, Локи всех постоянно бесил. И его нередко изгоняли из Асгарда. Еще известно, что у Локи было как минимум шесть детей. Двое нормальных, а остальные, ну, как сказать... Короче, Локи был женат на богине Сигюн. Сигюн родила ему двух сыновей. Валли и Нарви. Оба они в мифологии особо не запомнились. Но Локи, как и любой другой бог, не был верным мужем. Было время, когда он просто ушел в Йотунхейм. И несколько лет прожил с великаншей Ангрободой. От нее родилось трое прям стрёмных, опасных чудищ. Волк Фенрир, Змей Медгарда и Хель. Единственная дочь. Выглядела она нестремно, но зато стала богиней смерти. В общем, милое потомство. Если что, именно эти существа во время Рагнарёка станут главными противниками богов и убьют сильнейших из них. Я еще расскажу, как так получилось. А пока вот вам интересный факт про Хель. У скандинавов было как бы два мира мертвых. Я думаю, вы все слышали про Вальхаум. Тут прямо с поля боя Валькирии забирали погибших героев. Кстати, сейчас, благодаря Марвел, Валькириям называют женщин-воительниц. Типа, такие скандинавские амазонки, которые с мечом на перевес врываются в гущу боя. Но вообще нет. Реальные Валькирии не воевали. Они просто выбирали из воинов тех, которые должны погибнуть и последовать вместе с ними Вальхаву. Ну, то есть, они буквально решали, кто должен умереть, а иногда и самостоятельно определяли победителя битвы. Смерть в бою считалась единственной достойной смертью для мужчин. Но понятно, что далеко не все так умирали. Так вот, все остальные отправляются в так называемый туманный мир. И ничего там не делают. Серьезно. Если в нашем христианстве праведники в раю радуются близости к богу, а грешники в аду корчатся в страшных муках в котлах, то вот у скандинавов славные войны вечно бухают в Альхалле, а все остальные, ну, типа, просто скучают. Но вообще даже богам сладкая жизнь в Асгарде не всегда нравилась. Особенно Локи. Вот давайте перейдем от общих фраз, и я расскажу одну конкретную историю его развлечений. Дело было летом. Делать было нечего. Локи решил сходить в Йотунхейн и посмотреть. Может, там веселее? Но вообще-то это вам не и в гости сходить. Напомню, что боги с Йотунами постоянно враждовали. Поэтому Локи взял у другой богини плащ перьев, с помощью него превратился в сокола, и в таком виде полетел в пещерную крепость к Йотуну. А там действительно скоро станет весело. Правда, Локи пока не догадывался, что причиной веселья станет он сам. Конечно, Локи не был дураком и не стал специально провоцировать Йотунов на какие-то агрессивные действия. Он долетел до крепости и сел там на самой высокой скале, просто чтобы понаблюдать, что происходит внизу. А там всем, видимо, тоже было скучно. Поэтому, когда хозяин замка, великан Гейриот, заметил сокола, то приказал остальным гостям слазить и достать его. Локи подумал, какие же это Йотуны дебилы. Как они, блин, хотят достать птицу со скалы? Ведь он оттуда может улететь в любой момент. Так что сначала Локи с любопытством наблюдал, как великаны занимаются альпинизмом. А когда они подобрались совсем близко, то решил взлететь, но обнаружил, что не может этого сделать. Какое-то заклятие приклеило его лапы к камню. Обалдевшего Локи схватили, посадили в мешок и бросили на пол пещеры. Он не стал снимать волшебный плащ, поэтому выглядел как обычный сокол. Но Гейриот внимательно осмотрел добычу и громко сказал, что видит глаза человека, а не птицы. И потребовал у Локи назвать себя. Локи упорно молчал. И после недолгих расспросов его просто посадили в сундук на три месяца. Йотуны не привыкли спешить. Три месяца для них не срок. А вот Локи за это время чуть не сошел с ума. Поэтому, когда его достали, он был готов почти на что угодно. И рассказал, кем является на самом деле. Гейриот обрадовался, но согласился сохранить Локи жизнь. В конце концов, тот был наполовину великаном и никогда прямо против Йотунов не воевал. В отличии от Тора. У того вообще любимым занятием было от скуки пойти в Йотунхейн и кого-нибудь там убить. Во имя добра, разумеется. Так с этой случайной поимки Локи Йотуны увидели свой шанс отомстить. Гейриот сказал, что пощадит Локи, если тот взамен заманит к нему в гости Тора. Но так, чтобы свой молот он оставил снаружи. Деваться было некуда. И Локи дал клятву, что обязательно выполнит просьбу. В конце концов, кто для него Тор? Да особо никто. И его разборки с Йотунами это только его проблемы. Так что Локи вернулся в Асгард и стал окучивать Тора. Типа, слышал я, есть одно местечко, где все только про тебя и говорят. Но не верят в твою силу. Особенно там про твои мускулы любят вспоминать. Две суперкрасотки. Прям пальчики оближешь. Короче, рекомендую посетить их дворец. Останешься доволен. Только прояви уважение. Оставь молот дома. Тор некоторое время колебался. Но потом все-таки отстегнул молот от ремня. Видимо, перспектива знакомства с двумя красотками была важнее чувства самосохранения. На этом роль Локи в этой истории заканчивается. Уже тут можно увидеть, что с одной стороны он готов был продать и предать кого угодно, а с другой, что он честно пытался выполнить клятву, которую сам на себя взял. Но не больше. В смысле Локи обещал привести Тора к Йотунам без молота. Он это сделал. А че там дальше будет, не так важно. Ему одинаково фиолетово, что будет с Тором и его противниками. Кстати, в этой истории для Йотуна все кончилось плохо. Тор хоть остался и без молота, но по пути ему дали волшебные перчатки, которыми он поубивал всех гостей во дворе Гейрюда. Включая самого хозяина. Такие дела. Сейчас, подожди немножко, и нас впустят. Асгард самый крутой мегаполис в мире. Ну почти. Хеймдаль, старый пес, открывай! Старый пес твой сын, а я хранитель врат, и не пущу тебя. Я хочу показать город хорошему человеку. А я хочу кататься на ледяных великанах и есть мороженое. Но отпуск только через два тысячелетия. И пока я тут, ты не пройдешь. Давай лучше я тебе сегодня покажу крутой город. Мы что, через Яндекс.Карты будем гулять по Нью-Йорку? Мы отправимся в Плюс Сити. Короче, Плюс Сити — это мобильная игра от Яндекс Плюса. Главная фишка — экосистемность. Выполняя в сервисах Яндекса определенные действия, ты получаешь плюшки в игре. Послушал мою волну в Яндекс.Музыке, прокачал домик музыки. Забрал монетки, например. Можно усиливать свой город, играя в самые разные мини-игры. От мега популярных «три в ряд» до «не дай вывалиться товару из машины». Квесты, пасхалки, а также никакой рекламы и обманы. Слово Локи? Слово Одина. Хотя этот тот еще жулик. Короче, мое слово. Как говоришь, называется? Плюс Сити. Доступен для iOS и Android. Переходите по ссылке в описании и развивайте свой собственный город. Кстати, давайте я про молот тоже расскажу. Вы наверняка с ним знакомы еще по фильмам Марвел. И скорее всего думали, а чего это он так странно, блин, выглядит? Никогда во все эпохи боевые молоты не делали с такой короткой рукоятью. Так вот, тут тоже не обошлось без Локи. Да нифига он не маленький. Это холодно просто. Это произошло еще в те времена, когда проделки Локи были относительно безвредны. Типа срезать золотые волосы у богини Сиев. Поугарать над тем, как остальные боги бесятся, а потом покорно пойти искать, как исправить последствия собственного розыгрыша. Локи нашел гномов-кузнецов, которые смогли сделать новые волосы из тончайших золотых нитей. А еще Локи уболтал их сделать копье для Одина и корабль для другого бога. Ну, чисто, чтобы перестали злиться. Но на этом он не остановился. Гномы в процессе работы постоянно хвастали, что лучших кузнецов в мире просто не существует. И все, что они куют вдвоем, получается идеальным. Кузнецов звали Брок и Эйтри. В конце концов, Локи устал слушать это бесконечное самодовольное балабольство и решил устроить спор. Он сказал, ставлю свою голову на то, что вы не сможете сделать еще три таких же ценных предмета, как волосы Сиф, корабль и копье Одина. Гномы подозрительно легко согласились, и Локи решил подстраховаться, чтобы уж наверняка выиграть спор. Когда Брок раздувал гигантские меха в кузнице, Локи превратился в муху. Стал летать вокруг гнома и укусил его в руку. Брок не обратил на укус никакого внимания. И из кузницы вышел удивительный предмет. Механический вепрь с золотой щетиной, который мог нестись по небу быстрее колесницы и освещать путь своей сияющей шкурой. Это было явно что-то уникальное. Пришла пора второго предмета. Брок снова стал раздувать меха. А Локи опять превратился в муху. И на этот раз укусил гораздо сильнее в шею. Но гном опять даже ухом не повел. Братья выковали кольцо Драупнер. Вроде, что особенного в простом кольце. А то, что оно было непростое. Каждую девятую ночь оно волшебным образом производило еще восемь колец такого же веса. По сути, это такое бесконечное сокровище. В общем, тоже вещь уникальная. И Локи вплотную приблизился к риску проиграть гномам свою голову. Надо было что-то делать. Локи, правда, ничего особо выдумывать не стал. И в третий раз превратился в муху. Ведь в сказках так и бывает, что если что-то делаешь три раза, то обязательно срабатывает. Ведь так? Но в случае с Локи не так. Короче, он опять стал мухой. Снова укусил гнома. На этот раз в лоб. И прямо со всей силы. Но этого хватило только на то, что Брок буквально на полсекунды отвлекся, чтобы прогнать надоедливое насекомое. В этот момент второй гном ковал Мьёльнер. Будущий молот Тора. Из-за того, что Брок на мгновение перестал надувать меха, рукоять молота и получилась такой короткой. Но достаточно ли этого косяка для того, чтобы признать Мьёльнер неидеальным? Когда гномы преподнесли подарки богам, те после недолгой дискуссии признали, что все три предмета – отличная работа. Особенно молот, который, несмотря на смешную рукоять, поможет в войне с Йотунами. Локи проиграл. Но это что значит? Ему надо отдать гномам свою голову? А те уже с ухмылкой присматривались к нему и натачивали ножи. Локи попросил дать ему минуту подготовиться. А потом незаметно выпрыгнул в окно и на всей скорости полетел отсюда на своих волшебных ботинках. Долго летел. Несколько дней. В тот самый миг, когда Локи решил, что избавился от смертельной опасности, он услышал у самого уха насмешливый голос Тора. «Привет, Локи! Как тебе здешний воздух? Пошли же домой! Тебе надо исполнить обещанное!» И подтолкнул Локи в спину своим новым молотом. Это чтобы вы не думали, что только Локи было наплевать на судьбу богов. «Вон, Тор с улыбкой даже помогал гномам отрубить Локи голову!» Если бы на месте бога хитрости был бы любой другой, то, разумеется, его бы обезглавили, и никто бы слова не сказал. Типа, уговор есть уговор. Но у Локи в колеснице Тора было время подумать. Поэтому, когда они вернулись в Асгард, он в прекрасном расположении духа спрыгнул на землю и пошел прямо к Броку. «Ты волен взять мою голову. Раз обещал, значит обещал. Вот только у нас есть одна проблема. Шею-то я тебе отдавать не собираюсь. Поэтому потрудись не нарушать договор и отрезать мне голову так, чтобы не повредить шею. Иначе богам придется тебя убить». Все немного офигели от такого заявления. Но потом боги решили, что в словах Локи есть смысл. Вообще, вряд ли они хотели сохранить жизнь Локи. Скорее всего, им просто было интересно посмотреть, как гномы справятся с задачей. Брок с ножом в руке обошел Локи. Но как бы ни прикидывал лезвие, не мог понять, как можно отрезать голову, не повредив шею. Гном понял, что его обвели и пришел в ярость. Голову он отрезать не смог. Но зашил хитрый рот Локи и в бешенстве уехал из Асгарна. Кстати, непонятно, чего он так взбесился. Что бы он, блин, делал с этой отрезанной головой-то? Ура! Папа пришел! Да, мой маленький, я принес тебе мяч. Я тут подумал, что главная проблема всех этих конфликтов в том, что боги и йотуны постоянно пытались заключить друг с другом. Такие договоры, которые просто, ну, невозможно честно исполнить. Неудивительно, что такие договоры все подряд пытались нарушать. Вот, например, была такая богиня Идун. Не суть, чем она занималась, нам сейчас важно, что она хранила молодильные яблоки. Да, если что, боги не сами по себе не старели. Они сохраняли силу и молодость только потому, что регулярно питались вот такими вот натуральными растительными бадами. Понятное дело, с йотунами они этими яблоками не делились. А те очень их хотели. Да и кто бы не хотел на их месте, правильно? Казалось бы, с нашей точки зрения проблему можно было решить просто. Как-нибудь поделить волшебные плоды для избежания конфликта. Продать, обменять или еще что. Но скандинавские боги регулярно вели себя как агрессивные подростки. И ни с кем делиться не собирались. И вот однажды йотуном выпал шанс на то, чтобы отобрать яблоки. Был такой могучий йотун Тьяцын, богатый и влиятельный, который любил облетать свои владения в образе орла. А еще любил прикалываться, как и локи. Во время очередного облета он заметил, как по его бесплодным полям путешествуют боги. Один, Хионер и локи. Боги в этот момент убили огромного быка и собирались отлично так поужинать. Но мясо почему-то никак не хотело поджариваться. Один несколько раз менял угли. Но бесполезно. Магия была в том, что этот Тьяцын в образе орла присел рядом на дерево и решил вот так вот подшутить над богами. В конце концов, устав ржать над собственной, не сказать что, очень умной шуткой, йотун откашлялся и сказал, мол, «Эй, пацаны, я тут! Да, это я не даю быку приготовиться. Хотите есть? Ну дайте я сначала сырого мяса поем, а потом, что останется, можете забирать себе». Боги посовещались и решили, что «Ну что там может съесть одна птица?» Так что они согласились. Орел расправил крылья, спустился и как давай жрать быка с нечеловеческой скоростью. Боги стояли, разинув рты. И когда стало ясно, что скоро от быка останутся одни рожки до ножки, локи решил отогнать наглую птицу. Схватил палку и, что из силы, ударил ее по спине. Орел, разумеется, тут же от неожиданности рванул вверх. Казалось бы, победа. Но есть нюанс. Палка локи запуталась в перьях. А сам локи не успел ее вовремя выпустить. Поэтому взлетел в небо вместе с орлом. Представьте себе картину. Высоко машет крыльями гигантская птица. А под ней, уцепившись в палку, вопит от ужаса бог хитрости. Уже второй раз, когда локи по неосмотрительности попадает в глупую ситуацию. Это снова подтверждает то, что он часто просто не думал о последствиях своих действий. Влезая в очередной конфликт, у него не было плана, к чему все должно прийти. Локи действовал по обстоятельствам и по приколу. Вот сейчас ему, например, надо было спасти свою жизнь. Потому что, несмотря на то, что он как бы бог, но боги в скандинавском мире вовсе не были бессмертны. Короче, орел-великан вдоволь поугарал над локи и его мольбами о пощаде. А потом сказал, я тебя отпущу, если придумаешь, как выдать мне и дум, и ее яблоки. Локи, который вот-вот готов был сорваться с палки, поклялся, что обязательно исполнит это желание. И довольный великан вернул его к спутникам. Понятно, что раз клятву дал, то надо ее исполнять. А так как дело не касалось его собственной головы, то и никаким моральным выбором Локи не мучился. Он просто пришел к Идун и заявил, что недавно гулял тут в одном из миров. И случайно наткнулся там на дерево, чьи плоды выглядели лучше молодильных яблок. Идун с гневом ответила, что это невозможно. Всем известно, что прекрасней и желанней ее яблок просто не может существовать. Как думаете, какой пуленепробиваемый аргумент придумал Локи? В чем же была его гениальная хитрость и мастерство убеждения? Наберите воздуха в грудь, приготовьтесь. Локи, бог хитрости и коварства, выдающийся ум сказал, «Но если ты мне не веришь, то просто сходи и посмотри. А еще возьми свои яблоки, чтоб сравнить». Вообще ни одной причины, чтоб не согласиться, правда? Идун, разумеется, согласилась. Взяла яблоки, а как только покинула Асгард, то на нее метнулся Тьяцей в облике орла. Схватил когтями и унес к себе далеко в горы. Все прошло настолько тихо и незаметно, что боги узнали о похищении только когда проснулись утром и обнаружили у себя седые волосы и морщины вместо блестящей гладкой кожи. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, кто за этим стоит. Кто-то видел, что последний раз перед исчезновением Идун разговаривала с Локи. Они привели его на собрание и начали требовать ответа. Локи только посмеялся, типа, «Камон, вы че, побьете меня своими старческими посохами или загрязете деснами без зубов, лохи?» Боги на этот раз не растерялись и пригрозили ему ужасными заклятиями, лишающими разума. Локи явно не хотел их на себе испытывать, поэтому рассказал, что Идун сейчас в плену у великана Тьяццы. Правда, не стал вдаваться в подробности, что она там оказалась по его вине, и предложил богам свою помощь. Это вообще, в принципе, в духе Локи – регулярно решать проблему, которую сам же и создал. Локи сказал, что освободит богиню и вернет яблоки, если ему дадут соколиное оперение. Потому что кто же его в собственном обличии пустит в Йотунхейм? Вот так вот Локи опять превратился в птицу и опять полетел в мир великанов. Там он без труда нашел гнездо, в котором сидела Идун. Дождался, пока Тьяццы свалят на рыбалку, и, окей, рыцарь в сияющих доспехах, явился на помощь. Богиня мало обрадовалась такому спасителю. Все-таки ее похитили как раз из-за него. Но Локи не стал слушать претензий и заявил, что некогда болтать, превратил богиню в орех, схватил в когти яблоки и, что есть силы, полетел в сторону Асгарда. В тот самый момент, когда великан возвращался с рыбалки и только успел увидеть, как от его дворца стремительно улетает сокол, Тьяццы сразу понял, что произошло. Превратился в орла и в бешенстве полетел в погоню. Боги услышали его яростный крик и среагировали так быстро, как позволяли их стариковские тела. Перед входом в стене они сложили гигантский костер и стали в засаде ждать приближающихся птиц. Локи перед самым входом сделал стремительный пируэт и свернул в сторону, а великан на огромной скорости ворвался прямо в проход. Крылья загорелись, и Тьяццы с шумом грохнулся на пол, где к нему подбежали боги и забили его до смерти. Из трупа вырвали глаза и закинули их на небо. Конец. Все счастливы. Боги вернули молодость. Локи вернул относительно доброе имя. Айдун радовалась, что перестала быть орехом. Но это не единственный пример неравноценной сделки. Одна такая случилась вообще аж в начале времен. Вот я только что рассказал про стену вокруг Асгарда. Так вот, она там не сама собой появилась, и строили ее тоже не боги. Сделал это бродящий великан строитель. И это прям эталон договора, в котором стояли невыполнимые условия. Строитель сам предложил сделать неприступную стену. Причем всего за три сезона. Но в оплату за работу потребовал солнце, луну и богиню Фрейю. Самую прекрасную из богинь. Выполнение этих условий означало бы конец Асгарда. В смысле, зачем вам неприступная стена, если без солнца мир и так не сможет существовать? Но боги согласились, потому что строитель сказал, что если он не уложится в три сезона, то вся работа будет бесплатна. Мудрый Один решил, что закончить стену в такой срок невозможно. Поэтому можно и рискнуть уничтожением собственного мира. То есть с самого начала боги и не собирались платить. Но если что, Один с этой идеей просто согласился. А сама идея принадлежала Локи. Ну кому же еще? У строителя было еще одно условие. В работе ему будет помогать конь. Как потом оказалось, именно в этом коне и была вся суть. Потому что он не нуждался ни в отдыхе, ни во сне. Стройка началась в первый день зимы. В светлое время суток мастер клал камни, а по ночам конь перетаскивал их на каменоломни. Стена получалась высокой, широкой и неприступной. Как и обещал строитель. Но вместо того, чтобы радоваться, боги все больше пугались. Когда до обозначенного в договоре срока оставалось всего три дня, стена почти достигла ворот Асгарда. Естественно и речи не могло идти про то, чтобы отдать строителю солнце, луну и фрею. Но ведь они давали торжественные клятвы, которые нельзя так просто нарушить. Раздраженный Один подошел к Локе и стал его обвинять в заключении этой сделки. Типа, это ж твоя была идея. Вот давай ты и думай, что делать. Иначе мы тебя на британский флаг порежем. Ну и Локи, разумеется, придумал. Иначе он не был бы Локи. Он сообразил, что главная проблема не в строителе, а в его коне. Без него мастер не смог бы так быстро таскать камни. Значит, надо этого жеребца как-то отвлечь. И для этого есть довольно простой способ. Локи превратился в прекрасную кобылу и стал гулять перед конем. Игриво размахивая хвостом. Трудолюбивое животное не смогло сдержать инстинкты. Вырвалось из упряжки и к радости богов стало гоняться за Локи вдоль недостроенной стены. Вскоре стало ясно, что конь быстро не вернется и стену до конца лета достроить не получится. Мастер-строитель от этого пришел в такую ярость, что Один, забыв о клятвах, позвал Тора и приказал убить шумного нарушителя спокойствия. Тор одним ударом расколол череп великана на тысячу кусков. Вот таким вот интересным способом боги исполняли договоры. Сначала пообещали то, что не могли и не хотели дать. Потом подстроили мастеру неприятности, чтобы он не мог честно исполнить свою часть сделки. А затем просто убили его и получили прекрасную стену бесплатно. Но из-за того, что строитель не успел ее закончить, там осталось одно слабое место, которое сыграет важную роль в день Рагнарёка. Ну а что касается Локи, то он в образе кобылы забеременел от волшебного коня и родил такого же волшебного жеребца с восемью ногами. Он станет почитаться как великий из коней, на котором будет ездить сам Один. Но со временем шутки Локи станут жестче. Но все больше и больше будет выходить за рамки. Вообще, если посмотреть, то до какого-то времени Локи хоть и доставлял проблемы богам, но в целом, в конце концов, оборачивал свои выходки им на пользу. До истории с Бальдром прекрасным. Лучшим и любимым из сыновей Одина. Про его жизнь и подвиги мало что известно, кроме того, что им все восхищались. Бальдра называли самым добрым из асов. Никогда никому не делал зла, даже ради подвигов. Короче, такой эталонный сказочный принц без страха и упрека. Думаю, даже христиане сочли бы его вполне себе праведным ангелом. С Бальдром была только одна неприятность. Как-то раз Один пошел к прорицательнице. И та сказала, что Бальдр обязательно умрет. А его убийцей станет другой сын Одина, которого в качестве мести убьет третий сын Одина. И весь этот круговорот убийств запустит цепь событий, которая в конце концов приведет к Рагнареку. Предсказание звучало как безумие. Как кому-то вообще придет мысль убивать Бальдра? Тем более его брату. Один рассказал об этой новости всем богам. И они решили во что бы то ни стало защитить прекрасного Бальдра. Во все уголки мира боги разослали посланников, которые потребовали от всего сущего принести клятву. Что они никогда не причинят вреда Бальдру. От всего сущего это буквально. Даже от камней, воды, песка, растений, животных и чашки. И это сработало. Ничего не могло оставить на его теле ни малейшей царапины. Скоро на перах боги стали развлекаться тем, что ставили Бальдра в центр залу. И бросали в него всем, что попадало под руку. Любое оружие отскакивало от сияющего Бальдра. Не причиняя ему никакого вреда. В какой-то момент все это стало сильно бесить Локи. Он лично ничего против Бальдра не имел. Но блин, какого хрена ему достается столько любви и внимания? Что в нем такого особенного, что его все пытаются защитить? В общем, Локи по своему обыкновению решил устроить подлянку. Он выведал ровно одно растение, которое еще не успело дать клятву. Им оказалась обычная Амела. Она казалась такой нежной, что как кому-то может навредить? Но зная Локи, можно понять, что уж он-то найдет способ. Он срубил ветку Амелы, обстругал и пришел вместе с ней на пир, где боги в очередной раз развлекались бросанием в Бальдра всего подряд. Локи подсел к слепому богу Хёду и поинтересовался, не хочет ли тот присоединиться к веселью. Хёд ответил, мол, я же слепой, промахнусь ведь, пусть другие веселятся. Локи сказал, ничего, я тебе помогу. Значит, вот держи палку и кидай. Я направлю твою руку. Хёд согласился и швырнул такое вот мини-копье в брата. Бальдор и не думал уворачиваться, и только спустя секунду с удивлением посмотрел на древко, торчащее из груди. Потом он покачнулся, упал и умер. Прямо посреди Асгарда, где больше всего должен был рассчитывать на защиту. Смерть Бальдора стала для богов величайшей бедой. И не только потому, что асы утратили самого лучшего члена семьи. Главная трагедия была в том, что Бальдор погиб не в сражении. Он не мог возродиться в Альгалле. А ещё его убили свои же. А значит, за него некому было мстить. Только самим себе. Со смертью Бальдора Рагнарёк стал на шаг ближе. В тот момент так никто и не понял, что за убийством Бальдора стоял Локи. Но это не значит, что ему удавалось уходить от наказания вечно. Вообще, Локи становился всё более и более жестоким. Другие боги переставали считать его выходки безобидным развлечением. И скоро это приведёт к его окончательному разрыву с Асгардом. Одна из самых знаменитых частей древнегерманской мифологии – это описание пира во время праздника в сияющем святилище Эгира. Туда собрались буквально все асы и альвы, какие только существовали. Все, как обычно, бухали и радовались. Кроме Локи. Ему просто неприятно было смотреть на все эти сияющие рожи. Ему плохо, когда всем хорошо. В раздражении он даже убил одного из слуг на празднике. Боги разозлились от такого явного неуважения к хозяину и традициям. И силой прогнали Локи в лес. Это, понятное дело, настроение ему не улучшило. Он несколько часов бродил по морозному воздуху. И у него было достаточно времени, чтобы вспомнить все самое худшее, что он знал о богах. И вот представьте картина, как из кино. Шумный праздник, толпа народу веселится, играет музыка. И тут в зал входят Локи. Музыка тут же стихает. А все головы поворачиваются в его сторону. Локи откашлялся и торжественно начал. Я прошел долгий путь и хочу пить. Принесите ко мне пиво. Да, никто не двинулся с места. Только один бог хмуро сказал, мол, иди отсюда, не порти, блин, праздник. Но Локи было уже не остановить. Он продолжал ломать комедию. Театрально обиделся и обратился к Одину. Типа, отец богов, мы ж с тобой братья. Ты клялся, что один из нас никогда не выпьет без другого. Ты что, нарушишь клятву? Один устало проговорил. Ладно, дайте ему выпить, пока он не дал волю своему языку. Но именно этого Локи и добивался. Он схватил кубок и запрыгнул на стол. А сейчас будет тост. Один из богов взмолился. Локи, я отдам тебе все свои золотые браслеты, если ты сядешь. Но Локи было уже не остановить. Он натурально устроил прожарку каждому, кто присутствовал в зале. Фрейр он обвинил в том, что она переспала уже со всеми богами. Нью-Йорда в любви к золотому дождю. И речь не про золото, если что. Богиня Полей сказал, что от нее вечно воняет. Досталось даже Одину. Локи раскрыл тайну, что Один периодически одевается в женскую одежду и вот в таком вот виде практикует запретную магию. Он заткнулся только тогда, когда в зал вошел Тор и пригрозил ему разбить голову молотом. Но сказанного было уже не вернуть. Боги хмуро молчали и смотрели в кружки. Они знали, что несмотря на оскорбительный тон, Локи сказал много правды. Что абсолютно все боги были глубоко порочны. Но самое главное, Локи в приступе невиданной откровенности рассказал о своей роли в смерти Бальдера. После пира богам было тяжело смотреть друг на друга в глаза. Но все были схожи в одном. Локи надо было наказать. Локи тоже понимал, что наговорил много лишнего, поэтому сразу же попытался свалить как можно дальше. Он скрылся за водопадом в Йотунхейме и каждый день дрожал от страха, что его найдут. В конце концов так и случилось. Локи заметил погоню, превратился в лосося и прыгнул в реку. Но далеко уплыть не сумел. Когда Локи отчаянно пытался рвануть вверх по течению, его поймал Тор. Ну а теперь, когда боги наконец схватили возмутителя спокойствия, у них было много времени, чтобы придумать самое изощренное наказание. Почти каждый из них придумал какую-то свою деталь пыток, так сказать, от себя. Сперва они нашли большую пещеру, куда притащили три здоровых камня. Потом превратили одного сына Локи в волка и натравили его на другого. Затем взяли Локи и привязали его к камням, кишками собственного сына. А сверху над головой повесили змею, которая должна была день и ночь брызгать ядом ему в лицо. И так до скончания времен. Ужасное наказание, причем по сути за то, что Локи рассказал богам правду о них самих. Ну да, не в самой этичной форме, но тем не менее. Участь Локи немного облегчала то, что рядом с ним в пещере осталась его жена. Она держала чашу над головой мужа и собирала туда змеиный яд, чтобы он не разъедал лица Локи. Только иногда ей приходится убирать чашу, чтобы вылить скопившийся яд. За это время несколько капель успевает попасть на лицо, и Локи так сильно содрогается от воли, что трясется вся земля. Именно поэтому, кстати, происходит землетрясение. На этом история бога коварства практически заканчивается. В таком виде ему предстоит сидеть до самого Рагнарёка, пока он не вырвется и не поведет армию великанов на Асгард, чтобы отомстить богам. Ну и под конец давайте немного о Рагнарёке. Как известно, это конец мира, про который боги знают с глубокой древности. Знают, по какому сценарию он пройдет, кто кого убьет и так далее. Единственное, что они не знают – даты, когда он случится. Один долгое время пытался предотвратить Рагнарёк, но в итоге своими действиями только его приблизил. Начнется он в год великой долгой зимы без лета. Затем волк, который вечно преследует солнце, наконец догонит и проглотит свою добычу. С неба исчезнут звезды, упадут горы и повалятся деревья. Из-за таких потрясений лопнут все оковы, которые до сих пор сдерживали чудовищ. Сын Локи, волк Фенрир, которого обманом связали и заставили веками гнить в пещере, выберется наружу с одним желанием – отомстить. Второй сын Локи, мировой змей, выпрямится в бездонных глубинах океана и устроит ядовитый цунами. В этот момент освободится и сам Локи. Йотаны поймут, что наконец-то настал их час и поведут войско на Асгард в полной темноте. Я не буду рассказывать все детали, но, в общем, волк Фенрир убьет Одина, а мировой змей Тора. Но и сами тоже погибнут в битве. Что касается Локи, то он будет сражаться против Хеймделя, стража пути между мирами и Великого Древа. И они оба друг друга смертельно ранят в битве. Всюду смерть и торжество хаоса. Но ненадолго. Рагнарёк – это не только конец мира, но и начало нового. Моря вернутся в свои берега. Вместо Асгарда будут зеленеть луга. Из мира мертвых выйдет Бальдор, живой и невредимый. Потому что он по законам магии не мог участвовать в битве, так как не погиб героической смертью. Теперь он станет главным богом нового мира. Небольшая часть людей тоже выживет и даст старт человечеству. Старые боги погибли, но мир будет жить и без них. А Локи, ну, что Локи, будет вечно жить в наших сердцах. Этот странный бог не бог. Любитель испортить другим праздник и сделать гадость просто так ради веселья. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова